А мы сейчас открывать будем вместе с ним. Не забирайте, не забирайте. С полутора годовалой Сони на руках глава района открывает еще одну спортивную площадку. Третью в текущем учебном году. Весной только запустили программу «Школьный двор», а на год следующий уже существуют не менее амбициозные планы. Мы построим подобную комплексную площадку около школы в Измайлово. Мы планируем построить площадку около школы в Володарке. Соответственно, я думаю, что мы решим вопрос по строительству площадки около Молоковской школы. Есть достаточно большой запрос жителей. И мы планируем две площадки. Одну реконструировать около девятой школы и одну площадку в городе. Строительство идет быстро и, что важно, качественно применены самые передовые технологии. Сроки сдачи сдвигались лишь незначительно. Благое дело поддерживала даже погода. И по этой площадке, и по площадке в шестой школе у нас были некоторые сдвижки. Но погода нам благоволила. Как будто бы она знала, что нам нужно закончить этот объект. Мы его заканчиваем все-таки самое главное в срок в 2015 году. Красиво! Давай, 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 красиво! Давай, давай, давай! Итак, у гимназии и у школы номер 7 новый объект. Проект разработан специально для образовательных учреждений. На нем могут заниматься сразу несколько спортивных групп. Включает в себя спортивное ядро, футбольное поле, легкоатлетическую зону, баскетбольную площадку и зону воркаута. И главное все для школьников, но не только. Районная программа подразумевает, что спортивные объекты будут в общем пользовании. Любой желающий может прийти и позаниматься днем после уроков и вечером до 23 часов. Следить за порядком на площадках, а также за состоянием должны руководители школ. Искусственное травяное покрытие нуждается один раз в год обязательно дополнительная подсыпка резиновым гранулятом и расчесывание. При хорошей эксплуатации и правильном обслуживании данная площадка прослужит около 17-18 лет. Почти 20 лет. При таком раскладе возможно свой путь в большой спорт. На открывшемся стадионе покажет и маленькая Соня. Она и сотни других видновчан. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.